Мед зрелый, пчелы запечатывают только зрелый мед, в котором минимальное содержание влаги. Николай Свечников знает все тонкости медопроизводства. За плечами 35 лет стажа. В село Витязево переехал из Сибири. Там у него была большая пасека, насчитывающая порядка 150 пчелосемей. Здесь же всего 50 ульев. Однако, по словам пчеловода, для стабильного дохода этого вполне достаточно. На кочевой пасеке в течение сезона он вместе со своим трудолюбивым штатом объезжает все самые медоносные поляны района. Сейчас сезон сбора меда подходит к завершению. Количество и качество полезного лакомства радует. Эта рамка, видите, запечатанный сотовый мед. То есть пчелки каждую соту заносили медом и запечатали. Эта рамка готова для того, чтобы мед из сот забрать. А забирается мед из сот на медогонке. Это такой бак, где за счет центробежной силы рамка раскручивается. За счет центробежной силы из сот мед выбрасывается на стенки. Вниз опускается, собирается там. Кран открываешь и в ведро это все через сито процеживаешь. Пасечник признается, самое главное в пчеловодстве – подходить к делу с душой. Пчелы все чувствуют и отвечают взаимностью. Да и вдвойне приятно, когда профессия приносит не только доход, но и удовольствие. Когда занимаешься любимым делом, тогда и настроение, и желание работать всегда есть. И это для здоровья хорошо. Кроме меда, Николай Свечников реализует и другие полезные продукты пчелопроизводства. Пергу, забрус, пыльцу, маточное молочко. По словам пасечника, проблем со сбытом нет. В Анапе созданы все условия для развития сельского хозяйства. Организовываются ярмарки выходного дня. На ярмарках выходного дня администрация устраивает эти ярмарки. Пожалуйста, приезжаешь. Прежде чем приехать продавать мед, конечно, нужно сдать на анализ, сделать анализ меда, документы, чтобы были все в норме. И приезжаешь, тебе выделяют место, и ты там торгуешь. И сбыт меда в основном происходит на ярмарках выходного дня. В 20-х числах вместе с делегацией от Анапы Николай Свечников примет участие в специализированной агропромышленной выставке в Краснодаре, где он сможет не только обменяться опытом с коллегами, но и наладить сбыт своей продукции в другие районы края.